...произошла история, которая... Я даже не знал, что такое вообще со мной возможно. Я обычно пишу музыку и стихи сам. То есть, все всегда вот от начала и до конца все делаю сам. А тут приехал из долгого путешествия в ноябре прошлого года и, значит, залез в стол, что называется, в свой творческий, где скопилось огромное количество всяких черновиков и музыкальных, и там, и поэтических. И начал, значит, ворошить это все, эту кипу. И наткнулся на очень-очень давний отрезок такой гармонический. Начал его играть на гитаре. И тут понимаю, что пою про себя мелодию. То есть, вот она сама пришла вместе со словами. А слова-то не мои. Слова-то не я сочинил. Значит, текст, который написал Дмитрий Львович Быков еще, по-моему, в 2014 году, он был опубликован в новой газете. И я этот текст, несмотря на то, что он довольно масштабный и непростой, надо сказать, я почему-то сразу же вот как-то сроднился с ним и моментально его выучил наизусть. И на протяжении нескольких вот этих лет я при всяком удобном случае зачитывал этот текст всем хорошим людям, которых встречал. И тут я начал этот текст пропевать. То есть, песня пришла сама. А что может быть лучше, да? У меня есть правило. Если я что-то исполняю не своего авторства на концерте, да, я обязательно... Это значит, что мне разрешили. Это значит, что лично автор дал свое на это разрешение. И я начал думать, а как же мне, в общем, попасть к Быкову, потому что я с ним никогда в жизни не пересекался. Однажды я столкнулся с ним в Шереметьево, но он не обратил на меня, естественно, никакого внимания. И он попер дальше, как такой крейсер, а я остался за раскрытым ртом смотреть на одного из своих любимых поэтов. Он уходил вдаль. И я вспомнил о том, что Алексей Игоревич Иваченко, который, я знаю, тоже выступал здесь у вас в Обнинске не один раз, да? Был, да. А мы с ним последние несколько лет приятельствуем. И вот я, значит, вспомнил, что у них с Быковым сейчас совместный мюзикл. Называется он «Золушка». И они его презентуют с большим успехом. Уже несколько было показов в ЦДХ, был показ до закрытия, потом был показ в МДМе, в Доме молодежи московской. И я, значит, позвонил Иваченко, изложил ему суть своего вопроса. И он сказал, приходи на мюзикл, после спектакля зайдешь за кулисы, я тебя познакомлю с Дмитрием Львовым. В общем, с Дмитрием, поэтом. Значит, так оно и вышло. Я пришел на спектакль, восхитился. И после этого окрыленный, значит, зашел за кулисы, где я обнаружил нашего поэта в обществе юных фей. Они, значит, взяли его. У меня есть такая строчка, знаете, она еще, она в песне, в новой, но еще пока песня не дописана. Я пока только декламирую. Значит, меня окружили чудесные люди, меня окружали чудесные люди, медленно сжимаясь в кольцо. И вот, примерно такая вот картина перед моими глазами. Дмитрий Львович, естественно, польщенный этим вниманием юных фей, он даже не стоял, а он, так знаете, парил сантиметрах в десяти от пола. Значит, и тут яга, естественно, я не мог прорваться. Появляется Ивашенко, неизменный, бодрый, такой улыбающийся. Значит, он говорит, Дима, познакомься, вот Паш Пиковский, он пишет песни, у него есть к тебе, значит, разговор. Дима окинул меня с ног до головы, с головы до ног, таким оценивающим взглядом, пожал мне руку и напрочь забыл о моем существовании. Просто напрочь забыл. Это было видно по всему. Он даже не смотрел в мою сторону после этого. Вот, и более того, он начал двигаться, то есть он начал парить в сторону своей гримерки. И вот я скакал рядом с ним, значит, диалог, знаете, примерно такой, то есть он отвечал абсолютно бестелесным надмирным темпром, значит, без всяких знаков припинания. Такое ощущение ни точек, ни знаков восклицания, ни вопросительных знаков, ничего абсолютно, ничего непонятного. Я ему, значит, Дмитрий Львович, вот вы знаете, такая история, никогда я не писал песен на чужие стихи. А он мне так отвечал оттуда, вот из этого оцепления фейного. Значит, он отвечал, а на моей стало быть написать? Я говорю, да. Он говорил, ну, хорошо, а какой текст? Я говорил, ну, такой текст, это хороший текст. Я говорил, а как мне, что мне делать дальше, как мне быть? Ну, как-то надо теперь вам с этим жить. Вы понимаете, и вот так вот совершенно, то есть, если бы он не отказал, было бы гораздо легче. Я, естественно, в панике просто со мной такого. Обычно я приходил, говорил, только-так, Борис Борисович, вот, Гребенщикову я пришел. Можно я был? Пожалуйста. Вот, и все. А тут вот такая вот история. Ну, в итоге я кое-как выпросил у него этот имейл и отправился домой, что называется, не солоно хлебавший. Он сказал мне на прощание, ну, пойте. Может быть, будем вместе выступать. И все. И он впарил в гримерку, больше я его не видел. И вот, значит, мы эту песню записали. И я, естественно, мы договорились, что я пришлю ему, и можно ли будет выкладывать. Я ничего с ней делать не могу. Петь я могу. Он мне сказал, пой. Я пою. А выложить я ее не имею права. Ну, все-таки это не мой текст. Я отношусь к чужому творчеству всегда с безграничным уважением. И трепетно отношусь. И, значит, я ему присылаю этот текст перед Новым годом, наступающим тогда 2019-м, и не получаю ответа. И я понимаю, ну, Новый год, ну, человек уехал куда-нибудь отдыхать. Ну, что я его буду тревожить, да? И я присылаю ему уже в конце февраля эту песню. Тоже никакого ответа. В конце марта никакого ответа. Я, значит, уже, я не знаю, что мне делать. Я звоню опять Ивашенко, и дико извиняясь перед ним, что я его тревожу, отвлекаю и так далее, я говорю, ну, вот такая вот, что же мне делать? Он говорит, Паша, ну, хорошо, я с ним завтра увижусь и попробую поговорить. Значит, с Ивашенко он разговаривать на эту тему не стал бы. Для меня это опять загадка. Ну, как бы Ивашенко ему там сказал, а он говорит, ну, да, да, я знаю, да. И ничего опять. И так на протяжении, мои дорогие, нескольких месяцев. То есть уже дело к лету, значит, я ничего сделать не могу. И уже он начал действовать через его директоров Ивашенко. Он сказал, так, теперь это моя, принципиально моя проблема. Я сейчас через его директоров. Он всегда слушает своих директоров. Ничего подобного. Директоров он тоже слушать не стал. Значит, далее он начал действовать через жену. То есть он позвонил жене. Жена говорит, ну, хорошо, я попробую. Но вы же знаете, Дима, он такой, он как бы не от мира сего. И тоже ноль. И тогда Ивашенко начал действовать через свою жену, которая дружит с его женой. Значит, может быть, была задействована даже какая-нибудь теща, например. Я не удивлюсь. Ну, в общем, всем миром мы начали стучать. И опять ничего. Я уже даже перестал звонить Ивашенко, потому что я понял, что это, ну, уже все. Человека отвлекать нельзя. И далее в сентябре я улетел в Соединенные Штаты. Вот буквально два месяца назад, когда три, да? И там мы с Ивашенко встретились. У него был концерт в штате Нью-Джерси у нашего хорошего друга. И я там был спецгостем на этом концерте, пел пару песен. И в антракте мы с ним разобнимались там. Ну, в общем, туда-сюда, слово за слово. Я говорю, да, вот видите, как с песней-то все никак не получается. А он говорит, как не получается? Подождите, я вам что, не сказал? Я ждал год! Понимаете, он просто забыл сказать. Он говорит, да, я с Димой поговорил. То есть через моя жена и его жене, значит, жена там сказала. Дима сказал, вы знаете, я уже очень давно наблюдаю за тем, как он ее поет. Поет он ее замечательно. Пусть поет и дальше, пусть делает с ней все, что хочет. Понимаете, три месяца. Три месяца я не звонил, и Ивашенко просто забыл мне сказать. Но я, конечно, ему безумно благодарен. И в Америке мне чудесная весть настигла. Поэтому у этой песни, которую я сейчас вам спою, у нее есть уже своя история. И, конечно, если бы он запретил мне, допустим, что-то с ней делать, публиковать или петь ее, то это пришлось бы вырывать уже с мясом, с кровью, потому что настолько мы с ней уже с этой песней сроднились, настолько я ее полюбил. Но вот большое счастье, что такие люди, как Дмитрий Львович, такие вот огромные художники, не отказывают таким, как я. Это большое счастье. Давайте поаплодируем, чтобы он был здоров, чтобы Алексей Львович почаще приезжал в Огненск. А песня, собственно, вот она. Между прочим, песня очень своевременно, мне кажется, прозвучит сейчас, потому что она, ну, она не об Огненске. Об Огненске, я думаю, я напишу в следующий раз. Она о бассейне в Москве. Но Москва тут за углом, учитывая все мои вот эти вот передвижения, сейчас для меня это вот буквально вот за угол зайти. Хорошо бродить по дворам Москвы, где тебя не ждут, где сгребают кучи сухой листвы, но еще не жгут. Не держа обид, не прося тепла, обожди отсрочь. Золотая осень уже прошла, холодает в ночь. Миновать задумчиво пару школ или хоть одну, хорошо бы кто-то играл в футбол или хоть в войну. Золотистый день, золотистый свет, пополудни шесть. Ничего бы, кажется, лучше нет, а впрочем есть. Хорошо в такой золотой Москве, в золотой листве, потерять работу, а лучше две, или сразу все. Это грустно в дождь, это страшно в снег, а в какой-то час хорошо бы уйти и оставить всех. И оставить всех выживать без вас. И пускай галдят, набирая прыть, обсуждая месть. Ничего свободнее не может быть, а впрочем есть. Уж чего бы лучше в такой Москве после стольких нег потерять тебя, потерять совсем, потерять навек. Чтобы общий рай не тащить с собой, не вести хотят. На раздрай, на панику, на убой. Вообще в октябрь растерять тебя, как листву и цвет, а трясти отцвесть. Ничего честнее и слаще нет. Ничего честнее и слаще нет. А впрочем есть. До чего бы сладко пройти маршрут, без слез, без фраз, никому не сказав, что проходишь тут. В последний раз, что на завтра выйдет, прости, прощай. Чемодан, вокзал, доживай, как хочешь, родимый край. Я все сказал, упивайся, гнилью, тони в снегу, отдам врагу. Больше радости выдумать не могу. Больше радости выдумать не могу. А нет, могу. Хорошо бы раздав и любовь, и город, и стыд, и труд умереть за час до того, как холод сползет на труд. До того, как в страхе затмится разум, утрется честь, чтоб на пике счастья лишиться разум всего, что есть. И оставить, впрочем, дожди и гнилость, распад и гнусь. Но боюсь представить такую милость. Но боюсь представить такую милость. Просить, боюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо бродил Тьмы По дворам Москвы Спасибо.